привет я очень рада видеть вас на своем канале сегодня у нас будет влог я как всегда в самом начале здороваюсь с вами немножко хочу обладать и уже потом перейдем к влогу на самом деле влог я этот уже снимаю фиг знает сколько потому что из-за того что ребенок не ходил в садик ну не было у меня возможности когда он дома я честно даже не представляю как снимать видео чтобы не было посторонних шумов он же играет бегает поэтому как-то все мне не получалось и выходные то времени тоже не было мы куда-нибудь ходили кости но сейчас у меня свободный день наконец-то же я ушел со львом гулять и я помню в одном из видео я сказала что же не забирает либо и все выходные вместе на что меня спросили можете конечно так непонятно сказала что вы не живете вместе нет конечно же мы живем вместе просто я не знал как по-другому это обозначить ну то есть когда у него выходные суббота воскресенье то это время они проводят в основном вдвоем я прошу ко мне не подходить потому что я зимуще не знаю это время только моё я занимаюсь своими делами но естественно мне это обед ужин и завтрак а все остальное там же они играют с ним ходят на улицу они бывают уходят там катаются на машине их по 8 часов нет и в принципе я могу делать все что угодно в будние дни конечно преимущественно ребенок на мне то есть я им занимаюсь если мы не идем сад то дома какие-нибудь игры развивающие я уже я не помню говорила я или нет в каком-то из видео что мы ездили к неврологу по поводу задержки речевого развития то есть на тот момент либо было два с чем-то и мы поехали потому что то есть так как должен разговаривать ребенок в этом возрасте он не говорил были какие-то отдельные слова ночи мало все в основном и показывал жестами и особо говорить не торопился я мы конечно забили тревогу и поехали к неврологу проходили электроэнцефалограмму потом проверку слуха и много еще разных других процедур клинический логопед в общем на что нам сказали что с ним все нормально то есть с мозгом тоже все нормально там все дозрело и все как нужно побольше заниматься поменьше гаджетов и в основном чтобы он слышал речь на русском языке вот с этим как раз проблема потому что садик у нас с погружением в эстонский язык идет то есть он одна воспитательница нас на русском говорит и другая на эстонском а ребенку у которого уже идет задержка речевого развития это на пользу не идет то есть когда у ребенка речь развивается в норме он вовремя заговорил то второй язык наличие второго языка в среде для него не является чем-то ну чем-то таким страшным что может где-то его в чем-то задержать но если у ребенка уже идет задержка речевого развития то это является проблемой потому что в голове получается каша И, честно говоря, летом у меня, ну не летом, а весной, я впала в полную депрессию, потому что ребенок нормально не разговаривает. И я на самом деле так сильно выгорела, потому что я очень много им занималась. Все рекомендации, которые нам давал логопед, и сейчас он онлайн логопед тоже с нами занимается, то есть она дает какие-то рекомендации, и мы с Львом все это проделываем. Конечно, за полгода речь скакнула хорошо, но до нормы. Как раз говорю, дети в три года, еще этого нет. Да, он складывает небольшие предложения, два, три, даже где-то четыре слова бывает. Бывает, что он неправильно ставит падежи, я его исправляю, он тут же исправляется. Что мне в нем нравится, то, что он никогда не сопротивляется занятиям, то есть мы сидим, занимаемся и в процессе, в основном все это делаем в игровой форме, потому что он еще маленький, и вот в процессе игры многие слова ему запоминаются, словарный запас пополнился, конечно, но я говорю, что заниматься еще и заниматься. В этом плане у меня огромное количество разных пособий, по которым мы занимаемся. Я даже из России заказывала у логопеда фразовый такой конструктор, фразовые дорожки, где можно составлять слова, но мы по нему еще не занимались, потому что это немножко повыше где-то уровень, я думаю, что ему будет еще сложновато. Вот, но надеюсь и верю в лучшее, что все-таки речь у него в итоге будет нормальная такая, как нужно. Благо, что мы его понимаем, что он хочет, воспитатели в садике тоже понимают, если у него есть какие-то просьбы или что-то еще. Вот, так что я считаю, что все-таки за полгода прогресс неплохой. Если вам будет интересно, я могу рассказать, по каким пособиям мы занимаемся, вообще, что мы делаем. Но это, конечно, для отдельного видео, потому что нет смысла во влог это вкладывать, показывать все вот эти вот развивающие вещи. Так что вот так обстоят дела. Еще я сегодня снимала видео про Алиэкспресс, тоже показала. Я заметила, что все-таки большинству нравится, когда видеотовары где-то до, там, не знаю, 500-700 рублей не дороже, потому что когда я показываю более какие-то глобальные вещи, допустим, там, кофемашину, которая уже стоит там больше 100 евро, потому что-то я еще показывала, аэрофритюр, то, как правило, люди, наверное, такое на Алиэкспресс не заказывают, привыкли покупать на месте, а вот всякую такую мелочевку, как я вижу по тому, как открываются ссылки, то есть у меня укороченная ссылка, я могу видеть, насколько интересен вам товар, потому что сколько раз вы на него кликнули, вот, поэтому вижу, что в основном всем нравятся более такие бюджетные вещи, ну, в принципе, я вас понимаю, поэтому то видео, которое выйдет, там вот преимущественно как раз-таки бюджетные такие вещи есть, может быть, парочку, где-то около 20-25 евро, по-моему, одна такая вещь и одна там за 15 евро, вот. Так что скоро выйдет такое видео, ну, а все остальное, да, я покажу уже вам по блоге, так что, если вам интересно, то давайте приступим. И еще меня очень много спрашивали под видео с покупками с Алиэкспресса, когда, кстати, говорю, меня много спрашивали, но это не часто, конечно, я сразу вспоминаю видео одного блогера в ТикТоке, где она говорит, «Здравствуйте, подписчики, вы меня часто спрашиваете, и муж ей там заднего плана орет, да кто тебя спрашивает, у тебя всего 7 подписчиков?» Ну, в общем, нет, у меня, конечно, не 7, и действительно спрашивали вот про эту клейку и ленту. Я говорила, что есть такая чудо-лента, на которую можно наклеить все, что угодно, и самому приклеиться намертво. Это для того, чтобы не делать дырки, допустим, в стенах, когда вы вешаете картины, вот, например, либо когда вы вешаете полочки в ванную комнату, если не хотите сверлить кафель, в общем, плитку, то на помощь приходит вот такой вот скотч, у меня к нему приклеены все полочки, органайзеры, и все держится просто отлично. Я заказывала его на Алиэкспресс за 4 евро, мы приклеили все ковры, чтобы они не ездили. Некоторые ковры у нас прорезинены, но в детской комнате, например, нет. Здесь достаточно большой объем, и я еще заказала квадратные такие, но они еще, к сожалению, до меня не дошли. Тоже оставлю вам ссылку во влоге, но те, кто смотрит влоги, возможно, вам тоже пригодится. Сегодня прощаюсь со своим столом, потому что вчера я его продала. Хочу сюда другой стол поставить, обычный на ножках. Лев, в принципе, уже вырос, и ящики, которые очень тяжело открываются, больше не нужно, потому что она так особо никуда не лазит. И, да, как я сказала, хочу кое-что сюда на ножках. Вчера выставила в группу нашего города, и буквально за полчаса я этот стол продала вместе с зеркалом. Зеркало, которое сзади, это зеркало не буду продавать. Уже посмотрела на сайте варианты столов, потому что мы сейчас будем у него кровать заказывать новую, чтобы отселять его уже в свою комнату окончательно. И вот заодно решила заказать за эту сумму, за которую продала сюда другой стол. Ну, который подходит к мебели, которая здесь сейчас. Вот у меня такая серо-коричневая в основном, и белый стол как-то не очень здесь смотрится. Так что сейчас буду его освобождать, и в три часа приедет девочка и заберет его. Так, ну все, мой стол отправился к своей новой хозяйке. Сегодня его увезли, поэтому пока на это место поставили комод, и уродливые болты там остались. И сейчас буду сюда просто консольный стол выбирать для того, чтобы туда компьютер поставить, и с двумя ящиками, чтобы положить туда документы какие-то, в общем, все, что нужно. Я уже выбрала себе на сайте, правда, очень доставка долгая, до шести недель, но, в принципе, я обычно так и жду. Так, я хотела вам показать пылесос, который я все уже третий месяц пытаюсь видео про Алиэкспресс засунуть, но покажу вам его во влоге. Значит, поставила специально два пылесоса сюда, чтобы сделать как бы небольшое такое сравнение. В общем, вот этот пылесос называется RedKey W12. Это моющий пылесос с функцией самоочистки, и также у него вот ЖК-дисплей здесь, он разговаривает. И когда ему требуется, допустим, очистить или, например, бак переполнен, то вас тогда пылесос об этом таким женским голосом предупреждает, разговаривает он, по-моему, на английском языке, только, не знаю, другие не выставляют. Но, в принципе, здесь все очень просто, она говорит, поэтому, думаю, всем будет понятно. А вот этот пылесос, там краска на нем, потому что мы использовали его во время ремонта. Это пылесос называется Bissell Pet Pro, по-моему, для тех, у кого есть домашние животные, потому что он нереально просто мощный. Но у него есть два минуса. Первое – это то, что он не работает от аккумулятора, то есть он постоянно должен быть подключен, то есть работает от сети. И второе – что он очень тяжелый. Я просто даже не знаю, сколько он весит, но очень много. То есть одной рукой я не могу его поднять и двумя руками с трудом. И обычно мы им пылесосим раз в неделю, вот этот у нас пылесос такой повседневный, потому что, ну, ребенок что-то разливает, что-то рассыпает, и этот пылесос отлично справляется с этой задачей. Он заряжается 3,5 часа, но при этом батарея у него держит 40 минут, то есть у вас есть возможность пропылесосить буквально всю квартиру. И что еще мне понравилось у этого пылесоса – это то, что вы можете отключать функцию мойки, и он будет просто пылесосить. Потому что вот у этого пылесоса, по-моему, так сделать нельзя. Здесь есть два резервуара. Здесь чистая вода, а сюда поступает та вода, которая уже грязная, но в процессе уборки квартиры. И вот эта щетка, у него есть станция. Вы ставите на станцию, нажимаете на кнопку самоочистки, и он сам прекрасно очищается. У вас чистая щетка, без волос, без всяких крошек, без всего. Поэтому вообще очень-очень удобный пылесос. Я ссылку на него оставлю, там, по-моему, будет скидка. Так что, если вы ищете какой-то хороший беспроводной пылесос с функцией и мойки, и просто сухой уборки, то советую к нему присмотреться. Выглядит он тоже супер-супер стильно. Мне очень понравился. И стоимость, например, вот этого пылесоса, мы его покупали за 399 евро. И вот этот пылесос, я видела, сейчас стоит, ну, я там в рублях у меня, когда я посылке зашла, около 16 тысяч рублей. Это дешевле, конечно, чем вот этот пылесос. Так что, вот, можете к нему присмотреться. Очень классный. Что я еще хотела про него сказать? А, вот, он очень-очень тихо пылесосит. Так что, даже когда ребенок спит, им, в принципе, можно делать уборку при закрытой. Если вы дверь закройте, будет совсем не слышно. Вот, сейчас я его включу, и вы услышите. И для того, чтобы его включить, вы просто прижимаете ногой и вот так вот его наклоняете. Вот, видите, сразу показывается заряд, сколько батареи осталось. Нажимаете вот сюда, и вот так он пылесосит. Вот. Здесь вы можете отключить подачу воды. Точнее, это я включила. А вот так она отключается. И, в общем, так все это дело выглядит. Отлично он пылесосит, убирается. Волосы все от животных собирает. И все крошки. И даже если крошки вместе с водой, там какой-то тоже отлично справляется. Поэтому ссылку на него оставлю. Можете там посмотреть. Возможно, вы тоже такое искали. Вот хорошо иногда делать уборку. Сейчас убиралась и нашла два очень красивых бра, которые я заказывала тоже на Алиэкспресс. И даже как-то забыла их видео показать. Они у меня все время там сзади в шкафу лежали. Они расстегиваются вот здесь вот спереди. Здесь есть у них такой эффект пуш-ап. И по качеству тоже очень классные. Не знаю, поищу ссылку. Если кому надо, то могу прислать. Очень красивые. Под маечки такие летние. Оттуда они когда выглядывают, очень клево смотрятся. Тоже подсмотрела там у блогеров, которые на Алиэкспресс делают обзоры. И тоже решила заказать. Расцветки были разные. Были и зеленые. Но мне вот такие вот черные с розовыми цветочками понравились. И вот такой вот пестрый. Качество просто супер. Всю косметику пришлось в срочном порядке переместить вот сюда. Потому что я не думала, что стол за полчаса у меня заберут. Но фотографии были красивые. Поэтому, видимо, девочке он приглянулся. Так что я теперь буду ждать новый стол для того, чтобы туда все сложить. Но пока буду здесь тоже порядок наводить. Потому что вообще непонятно, где тут что с того стола все перекочевало. А в целом я, конечно, очень довольна, что удалось его продать. А не куда-нибудь. А, что ты хочешь? И вот еще все забывала показать. У нас, оказывается, в Эстонии косметика Шип продается. И я увидела, что продавали бьюти-бокс, по-моему, за 25 евро. И я решила его купить. В общем, в бьюти-боксе за 25 евро были жидкие тени. Двое румян, тушь, гель для бровей и вот такой бальзам, который я сейчас просто обожаю. Он отлично восстанавливает губы. И потом я решила отдельно вот еще купить жидкий контур. Ну, для контурирования средств. Вот его еще не пробовала. Все остальное по чуть-чуть попробовала. Мне пока понравилось. Особенно тушь. Очень хорошо удлиняет и разделяет. Гель для бровей тоже хороший. Ну и бальзам, конечно, мой самый любимый. Кремовый румяна я не сильно люблю. Но думаю, что потом приноровлюсь и все будет отлично. Не знаю, так что если вы из Эстонии, знайте, что у нас тоже продают. И вот удобно такими боксами было покупать. Потому что, ну, он гораздо больше, мне кажется, наполнения, чем на 25 евро. И есть такая хорошая возможность ознакомиться вот с некоторыми продуктами. Сказать, я говорила в каком-то из видео, ну, тоже там влог, по-моему, был, что мы купили новый проектор. И у нас предыдущие 5 лет нам отслужил. Но он, к сожалению, не показывал. Точнее, очень плохо показывал при свете дня. Поэтому приходилось все время руло вешать. Этому проектору без разницы на улице светло или темно. Он показывает, ну, конечно, когда потемнее, намного лучше качество изображения. Ну, когда вот светло сейчас день, показывает вот так вот. Вот особенно круто на нем смотреть мультики. Я тоже потом включу, покажу. Проектор называется Epson. До этого у нас был китайский. Ну, типа как с Алиэкспресс, по-моему, за евро 200-300 где-то так. И вот этот Epson, конечно, стоит дороже несколько раз. Но там его на много-много часов хватает. И я уже совсем не хочу телевизор. Это очень большая картинка. То есть большая диагональ. Я не знаю вообще, сколько будет стоить такой огромный телевизор. Но мне кажется, ну, пару тысяч, если не больше. И мы уже который год покупаем вот это вот телевидение. Это OTT Player. Я плачу 7 евро в месяц за 245 каналов плюс архив на 4 дня. И сейчас покажу, как это дело все выглядит. Ну, вот, например, здесь мультики. Этому проектору все равно день на улице, либо ночь. И не надо ничего закрывать руло для того, чтобы изображение было четким, как у предыдущего нашего. Ну, он был более старый, конечно. Вот. И можно здесь смотреть разные мультики. Ну, не только мультики. Здесь целая программа. Вот здесь вот категории есть. И вот вы выбираете себе телевидение. И что хотите. Еще раз повторюсь, это Apple TV и к нему... Здесь качество самой передачи не очень. Сейчас найду что-нибудь. Тут, например... Одни мультики по всем каналам идут. Дорожные мультики. Другая жизнь. Здесь я попала на рекламу. Ну, в общем, диагональ у него получается просто огромная. Я даже не представляю, сколько будет стоить диагональ. Ну, если покупать телевизор с такой диагональю, мне кажется, пару тысяч. Сам проектор стоит в районе 760, что ли, евро. Вот где-то так. Вот. Мы остались очень довольны к нему еще, как вы видите, был куплен экран. Экран, по-моему, стоит 60 евро. Вот. Он такой большой. Его можно, если он не нужен, вверх просто поднимать. И тогда он не будет мешать. Вот чем мне нравится проектор, это тем, что он вас не привязывает к какому-либо месту. То есть это не телевизор, например, повесить. И если он, допустим, стоит на специальной подставке для телевизора, это все нужно переставлять. Проектор вы просто снимаете сам экран и вешаете его уже куда хотите, на любую стенку. То есть, ну, по крайней мере, для меня это, конечно, удобство. Так что я ссылку на него тоже оставлю. Ну, мы в Эстонии его покупали, но, уверена, где-то на российских сайтах, типа, какие есть, российские м-видео, наверное, что-то подобное точно продается. Надо быстренько снять этот почти порядок, пока маленький крушитель не вернулся домой. Он будет с этой комнаты переезжать, потому что, ну, она уже маленькая ему. И пора его отселять в свою комнату уже спать, потому что он уже большой. Ну, как большой? Три года ему с небольшим, но все равно. Все забываю показать, на Алиэкспресс заказывала вот такую декорацию в комнату. Классная. Потом в новую комнату мы повесим. Ну, это у нас фонатично любят тачки. Кстати, здесь у меня вот такая вот картинка с космонавтом. Наверное, мы ее оставим. Здесь у нас будет такая маленькая спальня с Женей. В принципе, кровать сюда поместится. Может быть, пару небольших комодов по бокам. Ну, такие, знаете, прикроватные тумбочки. И все. Больше ничего не надо. Здесь у нас такой уголок с освещением. И вот тут вот его уголок для занятий. У нас есть еще и киевский классный стол для занятий. Потом покажу вам обязательно. Но здесь просто световая песочница, поэтому пока она больше актуальна. И стоит здесь. А здесь у него полочка, где мы собираем вот такие вот игрушки. Машу у медведя он не смотрит, но почему-то фигурки ему нравятся. Ну, и такое небольшое звездное небо. Это в один день я пришла домой из магазина. Все было обклеено. Это Женя вместе с альбомом наклеили. Ну, и потом в новой комнате будем уже ему немножко по-другому делать. Вот там, где мы дамы. Так что вот такая у него комнатка пока что. А, ну вообще-то я хотела снять порядок, да. Пока ничего особо не валяется, пока он гуляет. Потом через пять минут здесь принесется ураган. Субтитры сделал DimaTorzok